новые испытания для нашей геройской армии готовит прохождение я вас приветствую друзья и пора испытать в очередной раз судьбу на геройская армия начинает штурм поселения сейчас мне кажется их арта будет играть против них а нам бы наверное даже парочку ребят пеших хотя смысл у нас есть если что вот эти специалисты по ближнему бою это слишком увлекаться штурмом стен не стоит на мой взгляд ну давайте сейчас конечно же загрузку поставим потому что мы лечить не сможем своих когда они будут на стене мы их не сможем лечить мы потащим конечно же орудия чтобы помочь хоть как-то чтобы ну как орудия наших некромантов чтобы аурой чуть хилить но в любом случае нужно пробивать ворота и сражаться на земле там и магия там и все наши преимущества будут уже играть в полной красоте так 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 правы ли меня как-то обычно тянет именно к левому флангу подобных равных условиях штурмовать так что давайте именно этим и займемся на летуны идут сюда маг телеги зайдем под углом блин главное чтоб наших сейчас не позбивали вот единственный косяк на самом деле с летунов то что их могут сбить в остальном меня все устраивает я именно за летающих этих ведьм бегом заходим под углом он еще и вышку здесь смотрите не не активирует дерзкий дерзкий но сейчас это может быть зимой нилка такая так 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 здесь два отряда 3 еще подтягивается отлично соберем всех в круг и вытянем из вас жизнь чё останется много лежать да они далеко не все встали хочу сказать и уничтожили минус один стек смотрите вот это хорошая штука а вот про что я говорил нас начинают бомбить здесь наверно надо спрятаться сейчас а вот сюда давайте прям вплотную подлетайте красотки мне кажется должны подсобить вам хотя неплохо блин вот эта молния сейчас будет бесполезно да чё она сделает так пока мажут здесь но и попадают вот про что я говорил так уходите 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 террор уходи группа летунов оттягиваемся и не просто оттягиваемся кайфово живя оттягиваемся сваливаем отсюда оттягиваемся сваливаем так костяные бабки ёшки начинайте ломать ведьмы на стены пусть молнии хреначат он все равно ничего не сделает монстры разорвут этих клановых крыс очень быстро все отлично красотка может подхилишь их давай группа подлети поближе наши лестницы уже у стен так а на самом деле полководец а тоже у нас владеет чуть по чуть магии необходимый и хорошо заходящий сейчас вот так отлично сколько она убила о 228 но это усиленный был как бы вихрь так что неудивительно блин а ты не попала до самое главное претендентка на лекарство и не попала все сражаемся спокойненько так продолжаем ой 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 господа вы подписали себе смертный приговор сейчас главное чтоб все было как нужно так а что то мне не нравится что вы начинаете по морали тут проседать очень сильно но но в очередной вихрь очередной подарок от нее же вам да сейчас это ведьмочка так-то отхватывает еще есть возможность кинуть из нет нет перезагрузка есть отлично каще и начинаете сражаться да 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 давайте что я не могу отдать приказ им всем по крайней мере частично они сражаются в правильно расстреливаете вот здесь вот эту толпу расстреливаете как раз то что надо и молнии хреначьте вообще с удовольствием на это посмотрю так телеги потянитесь поближе на всякий случай на всякий пожарный сейчас на еще один вихрь и все ей первый уровень конечно не так много наносит хотя толпа все равно достаточно большая монстров я не отправляю потому что там пики на пике сажать наших монстров не хочется но в остальном прям идеально смотрите испытания для героев проходят более чем зачетно да чтоб такое почему я вам не могу толпой отдать приказ по одному вон приходится отправлять это не все хотят атаковать как будто там что-то их привязала их немножко замкнуло они наступили на похоже провод оголенный вот армия героев во всей красе скайден и продолжает расстреливать свои просто расстреливают свои нам даже сюда не нужно никакие вихри забрасывать но какой шанс что они попадут в героев до так и наши ведьмы хорошо себя показали все пучком больше никого не нужно туда даже отправлять давайте еще подтягивайте подтягивайте ветра не знаю стакаются они или нет в итоге на всю катушку на самом деле ноу могу себе позволить что пара так у тебя ноль убийств давай теперь с тобой поэкспериментируем кидаем вихрь главное чтоб сейчас наших не убило это заклинание ну что у нас тут они есть покоцанные ребятки но и все-таки это заклинание не должно на героев именно действовать так гибло а ворота не сломали ворота просто открыли нам скавины сами кто-то они так и ведут себя странно мои герои и как у тебя по убийствам 201 до 2 уровень ямы пу сделали все просто идеально все кто здесь сражайтесь убивайте полководца ведьмы сейчас нам заберут стены и мы войдем как победители в город все полководец убит жаль мы не можем сейчас как бы сделать так чтобы наши бойцы были пешими да то есть вернулись практически к риму первому когда были такие моменты у меня походу что но вот надо было бы кавалерию отправить на стены чтобы помочь нашим либо при штурме либо при защите но но не складывалось и в итоге это могло стать даже причиной поражения давай 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 подставляем подставляем под удары я пока не лезу даже на арту мне нравится что она расстреливает свои у нее уже и заряды заканчиваются так 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 красавица ты можешь тоже на самом деле на стены подняться так отступите там скамены до сих пор смотрите не распались не исчезли они зависли то есть они как будто уже не сражаются и при этом остались обезьяны чуть бесятся как из овшей но заглючила немножко да этот отряд призванный они вон разбегаются и не распадаются нифига так что у нас все хорошо никто не не отлынивает не сливается вот тут у нас есть возможность посражаться стрелки но вот тот редкий случай когда стрелки заходят в нас так вперед кстати говоря ведьмочка ты поднимись наверно тоже магии у меня прям хватает нам многое сейчас вот сюда еще одно заклинание мы швырнем подлетай начинай маневры на стене это рисковое дело конечно то что я их оставляю вот так лучше бы сражаться полностью внизу пробить ворота и все но ты поделаешь так главное чтоб сейчас никого не сбили из наших там а чё такое сколько там надо чё нам не хватает вот двадцатку терна все хватает пошла арта уже в рукопашку сражаться давайте тогда ведьмы и отправим угасить эту самую арту хотя тут есть крыса огры может закончиться все керосином так обезьяны пробейте ворота там их осталось то сломать хотя они уже распались они уже распались давайте сейчас на лечение выходим все на процедурки друзья мои все выходим на процедурки героев мы немножко будем хилить замечательно мне нравится армия героев прям вообще в изи все разносят мы даже сейчас на самом деле весь потенциал не использовали нашей армии блин надо ворота ломать любом случае а то они что не захватили их спускайтесь все ворота разбит отлично вниз 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 ну давай хоть кого успеем хотя бы поле чем это у нас еще и магии оказывается нет только сейчас на это обратил внимание у нас еще даже все кощей не участвовали некоторые то остались вон за стенами просто пассивно смотрели так 300 200 сотня 46 лично она убила сотня 50 там ну по сотне будем считать тут еще полкишок на стенах по сотне набили монстры вон чуть-чуть поубивали террору не досталось и магам некоторым отлично учитывая сколько мы вихрей кинули достаточно требовательными до к ветрам у нас на все хватает реально блин зачем и завершить нажал я подумал что нужно ускориться по времени и что-то кнопка оказалась под рукой ну ладно хорошо все прошло магии в принципе теней мы знали что способны на много и смотрите штурм города практически без потерь там по хп это поддает сумму идеально идеальная армия героев образцово показательно все что нужно делают штурму и даже он на крутые города с гарнизонами и не напрягаются тут даже арта скавинов как мы предсказывали помогла скорее нам оккупируем можно и разграбить на самом деле занят да тут как раз будет деньги на восстановление и строительство варгейсты варгульфы вот еще один кащей может подъехать на самом деле теперь это кого-то нужно распускать а у нас много так то мы сейчас понастроили на еще одну армию кащеев хватит давайте давайте вот это снесем я ремонтирую зачем-то снесем остальное пока оставил до бессмертия вы сейчас закачаетесь так вообще бояться вас все будут влад фан карштайн и причем сражались мы вот реально сейчас силами героев до монстров не подключали все было честно все было в рамках правил установленных нами же прям радует меняет так это все остается спутник у нас там появился ну можно посмотреть ладно давайте по спутнику сейчас еще посмотрим что да как может по строительству что-нибудь сообразим давайте в штилленде стены возведем на всю катушку и по нашим блин у тебя все забито а ну ладно либо повторные либо еще что-то но сейчас не будем уже выискивать кому можно назначить кому нельзя либо для полководца это даже исключительно был спутничек так ли снова идет по нашим землям а маздамунди отступил он выиграл но похоже это была реально первого победа еще одна такая победа да и останусь совсем без армии сказал маздамунди и отступил тем временем сетра тоже издевается практически над скавинами жестокий жестокий сетра ах ламию он не захочет с нами штатной ладно ламию тогда будем штурмовать сами по идее вот ламию как раз таки штурмовать надо будет на стенах то есть мы до начала боя всем нашим кащеем скажем что скажем прикажем спешится и пойдем на стену будем их мочи хотя опять же может быть стоит даже вообще проигнорировать в этот раз стены ломиться ворота мы и тут могли на самом деле проигнорировать тоже стены я забыл что они-то и перед воротами могут столпиться так замечательно не обязательно на стенах пытаться заманивать они столпились идеальной причем они сами попытались сделать вылазку какую-то там непонятную упустил этот момент да открыли ворота на последних процентах крепости вот нам и уже не надо было их ломать все было сделано самими скавинами точно так же и здесь можно будет поступить то есть мы не пытаемся кого-то уничтожить на стенах мы заходим через ворота нас окружают мы кидаем туда вихре мы фигачим магией мы по одному их убиваем да у них могут быть монстры которые будут куда серьезнее смотреться но у них уже не будет арты так что магии смогут подлететь поближе и мы уже сможем и дебафы кидать и более эффективно использовать всех остальных так давай в лишний бой вам до бессмертия еще долго качаться конечно к сожалению так яма конечно же нам нужно подешевле так что все правильно вы делаете он даже пурпурное сердце мы не использовали давай судьба так еще кощей на бессмертие наработал уже и наша красавица разумацкий скакун пока не думаю что тебе нужно ладно проедем эту тему бритва ветер смерти заземление проводник тут паралич скорость испуганы а кстати сам отряд наполнение интересные эффекты конечно ну давай скорость уклонения ладно будешь пока что пешие пока что по-прежнему будешь так пешочком передвигаться а мы уже под сорокет по доходам вышли уже пошли на пятый десяток генчик я так даже сейчас смотрю и думаю может влада уже с изабеллой тоже перевести на фронт с норска хотя с другой стороны не будет там сейчас нести потери нафиг это нам надо чё она там не видела так иван это уходить из восьми пиков скорбь хотя скорбь это тоже этот же регион давайте скорбь сейчас забирать они ее разнесут тем более на автобои красиво просто оккупировать все скавин и молитесь мы по вашу душу пришли черные рудники бы занял сейчас сетра просто я туда не хочу лезть в этот уголочек а он бы пусть помучился ему полезно размяться меч еще один мы нашли не прокачались кстати говоря но давай меч тебе достанется будешь фавориткой моей ты же знаешь да что это значит фаворитка ты же знаешь красавица на что ты подписываешься я может не до конца еще понимаю сейчас кому это предлагаю да так взгляд на гаша ну давай знак смерти тебе ладно принципе там магия не столь важная учитывая что некромантов мы в любом случае здесь вкачаем и магию на всю катушку и эти перки можем быть труповозки даже все вкачать нам хватит а вот тем же ведьмам нашим вампересом уже будет сложнее их полностью милишниками либо сделаем либо полностью магом либо чуть-чуть там как-то сбалансировать ну либо полностью магами и чуть-чуть милишниками даже так можно сказать правильными так здесь ничего талисман простые доспехи зачарованный предмет для вас отсутствует здесь потихонечку сейчас восстание готовится но я надеюсь что мы успеем застроиться все такие как никак полноценный наш регион зеленый все как нужно армии все густав ты сидишь андреас а вот андреас точно дружище у тебя же сейчас будет задание а ты даже на территории норска на своей не несешь потери значит и ничего не надо грабить значит перебирайся вот сюда стой и жди на следующий ход ты будешь атаковать надо было раньше чуть это сделать надо было это просто что-то сделать раньше я забыл что уж думаешь там ты несешь потери исключительно нет опана вот он он князь зигвальд я тебя уже заочно похоронил дружище а ты у нас морским путем пошел а ты у нас оказывается не так уж прост ну давай давай лагерь разбивай манфрида мы потом с тобой пообщаемся теснее мы с тобой уже потом поговорим клан риктус как там темные ухудшаются смотрите более они предлагали мне только что военный союз а я не согласился ну ладно давайте хотя бы так сейчас попытаемся исправить ситуацию они недовольны положение 4 в общем как всегда не устроил так мы можем мы здесь пойти скверно на содержание всех героев обзор на карте сила оружия стартовый объем ветров магии можно в принципе даже вкачать не то что там незапятнанность да хоть и тоже полезная штука а именно не крахов начать качать и все ладненько сдаем ход в любом случае уже хотя у меня двадцатка еще оставалась можно было ее куда-нибудь вложить очень выгодно очень прям так перспективненько будет зато у нас 20000 на 20000 больше да на следующем ходу будет это двадцатка у нас как стартовый капитан в любом случае не пропадет когда у нас тут золото пропадал но в данном случае конечно это не золото это тут как темная энергия материя за счет которой строится почему тратится на на возведение еще можно да объяснить все-таки некроман заставляет трупаков строить и тратить силы можно с этой точки зрения подойти с другой стороны что нам предлагают другие фракции при обмене да они то предлагают золото но конвертируется в темную энергию и где такие обменные пункты не находят это вот обычно в том же гарри поттере да помните вот эти банкиры гоблины сидят считать я почему-то подумал именно о нечто подобном здесь то есть таки такие сидят гоблины и как в гарри поттере в банке и обменивают золото по курсу на темную энергию и процент оставляют себе у них там тоже есть про цена закупки цена продажи настоящий такие вот банкиры так уничтожил князь зигвальд уничтожил все-таки город дал люлей нашему союзнику и настал черед манфреда с изабеллой меч кейна серьезно кто им обладает пеклис ты взял меч свои руки и поплыл темных гасить причем смотрите он поплыл как шустер он да здесь должен был его взять и уже там оказаться молодец сейчас давайте остальные стеки по о вульфрик скиталец плывет туда он даже не попытался сражаться с генкой хотя генка по коцу принципе генка то не в лучшей форме сейчас и блин у нас сейчас выбор сражаться с зигвальдом либо с альбионом ладно давайте альбион шатнем раз уже начали я надеялся что здесь генка автобоем все-таки справится на нет придется вручную разматывать этих норска ну что у них тут есть один отряд более-менее серьезный герой и мамонт остальное мы даже не будем учитывать в целом у нас зомбаки недавно против всего этого сброда ну чуть похуже но сам факт спокойно зашли здесь так тем более мы должны себя чувствовать уверенно так телохранители генчик красавица мое почтение телега которая здесь сейчас будет вновь бесполезно и кавалерия по флангам классика жанра практически исторического total кавалерия на флангах либо я ее иногда вот реально в резерве тут ставлю особенно это даже полезно бывает в сетевых когда ты не хочешь явно обозначать куда пойдет кавалерия но опять же в сетевые я вот в рим играл свое время во второй очень много и в целом там опыт есть уже дальше мне прям вот компании в разнообразии хватает успевай только все проходить еще не все же пройдено не за всех такс 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 ладно пехоту просто отправляем и походу будем отдавать приказы об атаке чтобы синхронно штурмовать обезьянки ваш выход кавалерия с флангов генчик подходи поближе сейчас мы начнем здесь чудеса посмотрим как ты зайдешь суда но отлично пока что все смотрится очень очень бодро сражаетесь сражаетесь ну что вы катафалк давай 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 проезжай проезжай не стесняйся так ребятки у вас здесь еще не все добиты чего расслабились то тролли вернулись она как кавалерия разбери с ними один отряд кавалерии ударит здесь один исключительно на тролли на цель так а ну-ка дружище мамонт твоя цель вот и отлетел хорошо что он на тебя хоть не сел или на тебя лепешку не сбросил о а похоже мамонт меня услышал если его сейчас спереди будут слишком давить крел я на тебя не завидую я так-то тебе не завидовать моя твоя тебе не завидовать грабители войны держится а полководец кстати держится еще тоже молодец надо отдать ему должное так ладно идем все хилиться там опыта вы не слишком много получите вам вообще он и не нужен уже генчик генчик ну ты у нас главный тут по хилке и собираешься ускакивать на всякий случай хилимся потому что может развернуться сейчас вульфрик он не дотянется то вроде бы до нас за один ход напасть не сможет но лучше быть готовым и сейчас хильнуться насколько это можно чтобы к следующему ходу уже быть и еще более боеспособным вот крил мог бы побегать на самом деле давай давай панки хой беги все в целом больше мы хилить ничего не сможем все там лимит отлично набили все что могли 61 боец все равно потерян еще но это мелочи это вообще мелочь берсерки даже лучше всего зашли сейчас ну они по центру там полководец был мамонт наверное из-за этого они хорошо и дошли они добивали тех кого слон не успел затоптать твои и разграбить и занять сейчас скорость исполнения потерь тоже сыграет свою роль в принципе как и саранеса здесь особо гарнизон большой мы собрать не можем стены так тем более но все таки мы можем больше строить чем тот же хаос у адрес блин тобой опять придется сражаться тут же изи бой тут же изи изи давай ладно нас там извращение ждет один ну ладно помучим его будем считать это тоже своего рода извращением да будем его мучить таким образом пытать он все равно от нас не идет о сразу вам доступно я даже сыграть не могу почему-то максимальная сила ветров магии сейчас нам доступна регион вроде бы тогда должен быть богатым но запаса я что-то не вижу вообще запаса нет то есть 25 и все и тухляк в основном ну что используем такую же тактику давайте по поводу кощеев вот я только скорректировал конечно то у нас один там оказался чуть-чуть ни к силу ни к городу моего колбаской но попробуем сейчас тоже если что тактику колбаска помогает это колбаска нет нет реально такие бреши образуются часто не главное просто аккуратненько пройти ну и контролить чтобы враги не вступали в битву естественно ну как как бы я не будут вступать но чтобы они не цепляли наш стек а он проходил дальше там кто-нибудь один если зацепит да он все уже отряд весь разворачивается сражается так а вот зомбикевич и снова пусть бегут они на кавалерию смотрите агриться пытаются тактику какую-то интересную придумал искусственный интеллект полководца похоже решил мне слить давайте тогда этим и воспользуемся чё ну как бы нам дарят такую возможность а мы чё будем заглядывать в рот им нет конечно или тут тогда с удачей передвинем опять норска какие-то тактические действия непонятного характера делает не с одной стороны он хорошо это делает но помогает нам выиграть да и на самом деле поступает как-то немножко непредсказуемо что добавляет разнообразие но все-таки в этот раз это уже слишком иди помоги он даже не реагирует на то что мы его полководца убиваем ой нет не отреагировал только хотел тебя похвалить что вспомнил вообще существование полководца который сражается и умирает это бы имело место быть и на самом деле сейчас вот знаете как выигрывались сражения в истории когда небольшой отряд отправлялся в бой якобы изображая основное наступление его разбивали и чувствуя первую кровь чувствуя что вот все победа соперник начинал преследовать сломал строй и тогда вот как раз таки и вступали основные силы это как в этом да было последнее королевство там в одном в первом сезоне в одних из первых серий тогда было такое сражение тоже да когда викинги затянули подкрепление изображая совсем немощных а там стыла там чуть другая конечно ситуация получилась но сам факт если я не ошибаюсь это именно там было так а кавалерия подожди ты мне здесь нужно сейчас любые потери не жалко так а дамагеры наши отсутствуют здесь вперед тролли нужно разметелить без них они не справятся что можно полководца отправить тинь 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 все тролли были уничтожены тут сейчас кавалерия подойдет на помощь а и все они побежали замечательно уничтожаем еще одно поселение норска хотелось здесь опять же его лучше захватить наверно да но с другой стороны сейчас может прийти хозяин этих земель и лучше чтоб он пустые территории пытался занять все таки это армия я не уверен что даст ему отпор нам прям совсем не уверен там один этот милый мамонтенок чего только стоит но попробуем как минимум только потери будем восполнять сейчас если восстание здесь появится я уйду я перебегу в другой городишко которому чуть раньше захватили и позволиваю сжечь если этот сжечь захотят хотя монолит мы чуть укрепили ну да ладно в любом случае позволим сжечь не жалко денег на такое делать сейчас ну что да теперь нужно думать о князе зигвальди но мы его еще потомим помочь и сделаем это тогда уже следующей серии а на сегодня все до следующего видео друзья мы всем добра и хороших сновидений князь зигвальд вам желает самых хороших там часов снов днем и ночью пока пока